Эту тему продолжим с экспертом на связи со студией Илья Барабанов, это специальный корреспондент русской службы BBC. Илья, здравствуйте. Да, здравствуйте, коллеги. Итак, масштабное расследование русской службы BBC о Олеге Солюкове, знаете, как говорится, роль личности в истории. Ну, если это правильно называть личностью. Я напомню, что 11 января текущего года президент Владимир Путин назначил командующим российской группировки в Украине главу генштаба Валерия Герасимова, соответственно, его заместителями, кого он сделал. Ну, во-первых, прежнего командующего главкома военно-космических сил Сергея Суровикина, о котором, кстати, тоже недавно широко стало известно, и о его коррупции тоже выходили расследования. Далее, заместителя начальника генштаба генерал-полковника Алексея Кима и главкома сухопутных войск, главу московского гарнизона генерала Олега Солюкова, да, который серьезно зарабатывает капитал на празднествах, которые проводятся, ну, в частности, 9 мая, да, или День сухопутных сил. Соответственно, кто такой Олег Солюков для широкой общественности, чтобы стало понятно, потому что, ну, ранее его знали, но знал достаточно узкий круг лиц. Да, да, раньше, на самом деле, Олег Солюков появлялся каждый год в телевизоре, там, буквально один раз 9 мая, потому что 9 мая уже 10 лет подряд он командует, собственно, парадом и победой на Красной площади в Москве. Другое дело, что как главком сухопутных войск он довольно регулярно появлялся во всяких ведомственных изданиях Министерства обороны Российской Федерации, типа газеты «Красная звезда» и так далее. Там он регулярно рассказывал о том, как модернизируются российские войска, как много у них связей и беспилотников, и даже боевых роботов, как, значит, они будут проводить новые какие-то международные учения с партнерами из Никарагуа, Мьянмы и Венесуэлы, вот буквально. То есть, такой, значит, большой генерал, но над ним можно было бы посмеиваться, если бы не одно «но». Дело в том, что вот там после обстрелов прошлогодних и этой зимы многим широко стало известно имя генерала Суровикина, но, например, в его подчинении в ВКС России находится там порядка 150 тысяч человек. Сухопутные войска – это основа российской армии, которая ведет войну с Украиной. В сухопутных войсках числятся более полумиллиона человек. Это и связисты, и танкисты, и мотострелки, и, собственно, пехотные части. То есть, это как бы основа основ. Генерал Суляков является главкомом вот этой самой большой и значительной части российской армии, которая ведет эту войну. Вот смотрите, я тоже процитирую немного расследование, потому что оно очень большое, и советую его почитать всем, кто интересуется этой темой. Череда поражений российской армии, которая началась в начале сентября, вынудила президента Владимира Путина объявить в России частичную мобилизацию, я напомню. Оставление Лимана было тем более болезненным, поскольку накануне, 30 сентября, российский лидер провел в Кремле церемонию, на которой объявила вхождение Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областей в состав России. Ну и, соответственно, конституция была даже изменена. Далее идет речь о том, что пока российские войска, бросая технику, стремительно отступали из Харьковской области, Святогорска и Лимана, в подмосковном парке «Патриот» готовились отметить день сухопутных войск. То есть, соответственно, когда нет успехов, а скорее даже поражения, Дина Солюкова, Дмитрий Солюков, сын и невестка, соответственно, Олега Солюкова, спокойно распиливают деньги российской армии и на них делают празднества. А что празднуют тогда, если там череда поражений? Это вообще довольно безумная история, что, значит, они отмечали 472-ю годовщину сухопутных войск. В какой-то момент еще в середине нулевых годов, тогда, видимо, просто мало кто обратил внимания. Значит, Владимир Путин, тогда еще президент всего второй, это был его президентский срок, 2006 год, решил, значит, вести отсчет российской армии от каких-то совсем дрябельных времен, типа от Ивана Грозного. И вот, значит, с тех пор они последние 10 лет празднуют этот день сухопутных войск. Не очень понятно, что сейчас праздновать. Но в целом это, конечно, очень укладывается в целом в такую политику российских властей, которые, когда стало понятно, что никакого Болицкрига не будет, никакой победной войны не будет, они одной рукой продолжают вести боевые действия, они продолжают там вести мобилизацию, они продолжают бросать на фронт зэков. А с другой стороны, они пытаются сделать, представить для российского общества все так, что, в общем, в жизни это общество ничего не поменялось. Что по-прежнему праздники в парке «Патриот», по-прежнему, значит, какие-то годовщины, по-прежнему все эти фестивали и парады. Все это, конечно, делается для того, чтобы там российское общество как можно меньше следило за войной, меньше вникало в то, какие там потери, какие, собственно, поражения российской армии, терпит на этом фронте. Вот Владимир Путин, там, наверное, многие смотрели его последнее послание к Федеральному собранию, там же чуть-чуть про войну, и там большая часть его речи – это про то, что там с пассивными все в порядке, как, значит, там с кредитами все будет. То есть российская власть пытается делать вид, что, значит, никакой вот этой ужасной, позорной для Российской Федерации войны не идет. Жизнь в Российской Федерации идет своим чередом. Ну, параллельно там, значит, что-то происходит, обывателю об этом надо знать, что вот, значит, Путин что-то там включил в состав страны и переписал Конституцию. Ну, и по тому, как выводят деньги, да, через какую компанию. Креативное агентство HQ Agency, о нем идет речь тоже в расследовании, создано оно было еще в 2016 году. Собственно, там работает Дина Солякова. Я напоминаю, что семья у Олега Солякова достаточно большая, это его невестка. Работа в ивент-агентстве по организации коммерческих предприятий. Она совмещает с должностью заместителя начальника управления по связям с общественностью ГБУ автомобильной дороги, для которого часть этих праздников и делается. Ну, то есть, мне кажется, достаточно удобно иметь семью, иметь свое креативное агентство и, ну, сами для себя делаем праздники и обогащаемся за счет государственных и других структур. Конечно, это же буквально история о том, как просто из государственного кармана деньги перекладываются, довольно большие деньги, бюджетные деньги, перекладываются деньги в карманы уже частные, и это карманы там человека, который руководит сухопутными войсками. Здесь куда ни посмотри, это все история про коррупцию и один огромный большой конфликт интересов, потому что там не только армия, не только Минобороны, но и там правительство Московской области, Московское правительство, ГБУ Автодор, Тульское правительство, МГИМО. Это вот все перекладывание из разных государственных карманов в карманы одной вот Солюковской семьи. В принципе, очень-очень удобная, конечно, схема. Давайте тогда немного шире посмотрим. Я понимаю, что Олег Солюков и сухопутные войска – это глобальная тема, но посмотрим еще в целом на российскую армию. Одной из причин неуспешной военной кампании России в Украине, войны против Украины, стала переоценка и неподготовленность ее сил, связанная с укоренившейся коррупцией в армии. И в прошлом году количество дел о взяточничестве и незаконной растрате денег в оборонно-промышленном комплексе продолжило расти. Следственный комитет привлек по ним к уголовной ответственности 60 должностных лиц, 27 из них за преступления при реализации государственного оборонного заказа. Об этом сообщил глава ведомства Александр Быстрыкин. По его словам, только за 10 месяцев 2022 года в суды было направлено более 8700 дел, связанных с такими преступлениями. А это на 10% больше, чем в 2021 году. И, знаете, есть два полярных мнения. С одной стороны, говорится, что и хорошо, что в российской армии есть коррупция, в Украине проще побеждать на поле боя в связи с этой коррупцией. Но есть и другая позиция, которую высказывают наши с вами коллеги. Говорят, что нет, вот если бы коррупции не было в российской армии, и общество контролировало эту армию, как любую государственную структуру, соответственно, не было бы и войны. Потому что не было бы желания скрыть воровство, не было бы желания повоевать с соседней страной, потому что и так все под контролем находится. А так есть одна верхушка, которая все решает. Вы к какому мнению ближе склоняетесь? Ну, давайте, конечно, исходите с того. Тут, я думаю, что оба эти мнения, они, в общем, в целом верны. Потому что если бы в России были работающие общественные институты, если бы была сменяемость власти, если бы был бы контроль общества над президентом, парламентом и армией, если бы был бы нормальный парламент и нормальная судебная система, если бы все это в Российской Федерации было, то не было бы, конечно, никакого вторжения и никакой войны, потому что решиться на такое безумие могли, значит, только люди, которые абсолютно бесконтрольные и которые просто абсолютно оторвались от жизни и реальности. Поэтому тут наши коллеги правы. И абсолютно точно так же они, наверное, правы в том, что если бы все там в России было эффективно, и я просто по работе прочитал, значит, интервью генерала Сулюкова за последние 10 лет, это довольно однотипные тексты, но из года в год он довольно убедительно, значит, рассказывал о том, как модернизируются российские войска, как у них все хорошо с связью с беспилотными летательными аппаратами, как, значит, много современных танков поступает на вооружение. И, в общем, если бы, если это читать и всему этому верить, то можно было бы, наверное, подумать, что российская армия – это действительно какая-то вторая армия в мире, там приближается к американской, не знаю, к бундесферу, к чему там угодно еще, а не то, что мы наблюдаем, значит, последний год на фронте, как сейчас, значит, какое-то старье снимается, расконсервация и гонит через всю Российскую Федерацию, значит, на передовую. Поэтому, конечно, вот эта бесконтрольность привела к тому, что генералы и большое начальство могли годами заниматься очковтирательством, рассказывать наверх о том, что, значит, вся эта модернизация, связь и беспилотники есть, а потом началась реальная война, а не танковый биатлон, не, значит, не учение, и вот тут выяснилось, что абсолютно ничего этого, на самом деле, в войсках-то и нет. И там за уже больше года идут боевые действия, а, в общем, как мы видим, у российской армии так и не появилось ни современных танков, ни беспилотников, ни средств связи, и с консервацией снимают, значит, какие-то там Т-62, а вовсе не танки «Армата» едут на передовую. И еще о индексе коррупции хотелось бы с вами поговорить. Взяточничество и отмывание денег в России по-прежнему процветают. В индексе восприятия коррупции за 22-й год в составленном Transparency International страна заняла 137-е место из 180 возможных и разместилась в одном ряду с Республикой Мали и Парагваем. Представители организации, составлявшие рейтинг, подчеркнули, что клептократы в Российской Федерации сколотили огромное состояние, поклявшись в лояльности президенту Владимиру Путину в обмен на выгодные правительственные контракты и защиту своих экономических интересов. Отсутствие каких-либо сдержек для власти главы Кремля позволило ему безнаказанно реализовывать свои геополитические амбиции и дестабилизировало европейский континент. И война еще больше поспособствовала коррупции. Так считает экономический обозреватель Семен Новопрудский. Давайте сейчас послушаем цитату и обсудим. Военные или околовоенные поставки всегда были благодатной почвой для коррупции. В мирное время с коррупционными традициями еще можно бороться с помощью долгих институциональных реформ на государственном уровне. Война же коррупцию не останавливает, а наоборот усиливает. В России, к тому же, в довершение многих бед стали принимать откровенно коррупционные решения. Например, недавно чиновникам и депутатам Госдумы разрешили не публиковать декларации о доходах, прикрывая это интересами пресловутой специальной военной операции. Семен Новопрудский, российский экономический обозреватель в комментарии «Голосу Америки». Кстати, к вопросу коррупции, отсутствие контроля. Блумберг сообщает, что Россия наберет еще 400 тысяч контрактников, потому что наступление на Украину остановилось. Это, опять же, к вопросу недальновидности и к вопросу того, что все разворовано. Но также есть еще одно мнение о том, что тоже Блумберг об этом пишет. Россия вряд ли сможет набрать эти самые 400 тысяч солдат. Ну, практически полмиллиона. Это реально или нет? И, соответственно, чем их обеспечивать, как их обучать? Все равно, в любом случае, мобилизованные должны пройти хотя бы месяц учебки. Это все очень-очень хорошие вопросы. То есть мы понимаем, что сейчас эти учебки освободятся после того, как предыдущие мобилизованные, значит, видимо, отправятся на фронт. Я не знаю, можно ли... Мне сложно оценить сейчас, реально ли набрать еще 400 тысяч человек. Мне очень хочется верить, что все-таки, знаете, ресурс не очень умных людей, он ограничен. Все уже, в общем, понимают, что не надо отправляться ни на какой фронт, не надо участвовать в этой абсолютно безумной военной авантюре. Но пока мы видим, что продолжают находить и каких-то зэков, и кого-то еще. И несмотря на все, значит, тексты и расследования о том, что российские генералы просто бездарно кладут весь этот людской ресурс в каких-то лобовых штурмах, все равно находятся новые желающие, значит, в этом поучаствовать. И тут есть несколько подходов к этой ситуации. С одной стороны, хочется как бы надеяться, что все-таки люди как-то поумнеют и перестанут, значит, участвовать в этих безумных авантюрах российской власти. С другой стороны, я знаю коллег, которые... Особенно коллег, которые там из регионов российских, и у них логика такая, что они мне говорят, ты просто не понимаешь, что на фоне всей той нищеты, значит, и безнадеги, которая есть в российских регионах, к сожалению, война для многих является чем-то единственным вообще ярким в жизни, возможностью себя как-то проявить. И они поэтому, к сожалению, так скептично ко всему настроены, считают, что количество готовых заключать контракты, оно не уменьшится, потому что люди из маленьких российских городков, для них-то там по-прежнему война остается какой-то единственной возможностью заработать хоть какие-то деньги. Илья, говорю вам спасибо за обсуждение этой бесконечной темы, да, бесконечная, как сама коррупция в российской армии, да и вообще в России. Илья Барабанов, специальный корреспондент российской службы BBC, только что был на связи со студией.